В таможне случайных людей нет. В этом убеждена Инна Корпеченко. Молодой специалист на службе всего три месяца. Ее обязанности – проведение досмотров и оформление грузов. Свой первый профессиональный праздник проводит на рабочем месте. Мне всегда нравилась государственная служба. При поступлении выбрала таможенную службу Республики Беларусь. Осталась довольна. Работа нравится, работа ответственная. Большим таким бонусом является форма. Форма является отличительным знаком таможенных служб всех государств мира. А форма белорусских таможенников красивая. Она подходит как мужчинам, так и женщинам. С октября 2020-го Бобруйский пост стал частью таможенного эксперимента. Теперь здесь оформляют не только местные товары. Грузы едут со всей Республики. Благодаря чему декларации равномерно распределяются между пунктами белорусской таможни. Профессию таможенника нельзя назвать простой. Большое количество поступающей информации, большое количество подающихся деклараций на товары требует от таможенника таких качеств, как трудолюбие, упорство в работе, внимательность, естественно, честность и справедливость. Больше трети организаций области помещают товары под таможенные процедуры именно на Бобруйском посту. Отсюда на экспорт уходит древесина, сельхозтехника, шины, косметика и продукты. Только в этом году здесь оформили 18,5 тысяч партий. Работник службы – универсальный солдат. Он должен в совершенстве знать нормативно-правовую базу, уметь общаться с людьми и отлично разбираться в психологии. А каждый клиент обязан понимать – таможня дает добро, только если все законно. В работе таможенной службы сбоев и задержек не бывает. Нет и очередей. Максимальное сокращение формальности и создание безбарьерной среды – главные цели, которые ставит перед собой Бобруйский пост. К слову, 60% экспорта оформляется всего за 5 минут. На импорт уходит около часа. Для качественной и оперативной проверки грузов используют современное оборудование. Акцент на дальнейшее развитие автоматизации. Татьяна Горбач, Вячеслав Грачев, Бобруйск-360.